И еще раз всех с новым утром! И сегодня у нас в гостях каскадер, человек, которого наверняка вы видели в кино, но не знали, что это наша землячка Женя Юрьевская. Здравствуйте, Евгения! Расскажите, пожалуйста, вообще, как вы попали в эту сферу кино? Ну, это была моя мечта с детства. То есть учились где-то, куда-то прям занимались спортом с детства? Я занималась 9 лет танцами и где-то на концертах, на выступлениях познакомилась с ребятами, с нашими липецкими трюкачами. У нас особо деления нету. Есть автокаскадеры отдельно, есть конные каскадеры отдельно, все остальное универсалы. Меня сбивают машины, я падаю с 10-этажных домов, горю, дерусь, умираю через раз в кадре, тону, спасая людей. И, в общем, все, что вы видите в кино. Ну, а конкретно можете назвать какие-нибудь картины и, ну, может быть, примерный момент, чтобы человек, может быть, пригляделся. И попробовала у вас узнать. Ну, сейчас на Первом канале было подряд прям несколько проектов, в которых работала моя команда. Это был сериал «Хорошие руки», где я сделала самый свой страшный трюк. Я падала с 30-ти метровой высоты, так скажем, кончала жизнь самоубийством два раза. Это было очень страшно морально. Я знала, что все будет хорошо, что я приземлюсь, что я буду жива и здорова. Но перейти вот эту границу, глядя вниз и видя вот таких кусеньких человечков, это было очень страшно. Потом был сериал «Палач», в котором я сыграла три маленькие роли, совсем незаметные, трюковые, и дублировала главную героиню. И дальше был сериал «Выстрел». Вас сбивала машина, вам приходилось и гореть, и падать с высоты. Травмы какие-то бывают? Или все настолько продумано, что, в принципе, все безопасно? Знаете, все настолько продумано, но всегда есть шанс, что что-то пойдет не так, потому что, ну, как бы, двух одинаковых трюков не бывает. Даже если меня 10 раз, там, я буду подскальзываться на банане, все 10 раз, это будут абсолютно разные истории, ситуации, трюки. И есть такие моменты, когда не все от тебя зависит в том же сбивании машины. Не только ты выполняешь трюки, но и человек, который сидит за рулем, но и все окружающие, и, как бы, да, происходят ситуации неприятные, к сожалению, даже с совсем плохим исходом. У меня мой максимум – это две недели с сломанными ребрами. А вообще востребована ли эта профессия? Как часто требуются каскадеры? И вообще сложно ли пробиться? Захочет сейчас, может быть, кто-то из Лепчан, из ваших земляков, тоже поехать в Москву и стать каскадером? Вот, вы знаете, я всегда, ну, очень часто встречаю людей, которые говорят, «А, ты знаешь, я прыгал пять раз парашютом, а можно к вам?» Или «А я шесть лет в детстве боксом занимался, можно к вам?» Я всегда очень скептически отношусь к этим товарищам и говорю, что боксом занимался почти каждый, и с парашютом сейчас прыгают все, и на лыжах катаются все. Но даже цирковые артисты, которые приходят к нам, там иногда подбирают под типаж актера, подходящего человека, даже они не всегда готовы сделать то, что делаем мы, потому что боксера всю жизнь учат бить в лицо, а там ты должен не ударить артиста, ты должен принести кулак мимо, ты должен его остановить, задержать. Спасибо большое, Женя, но наша программа продолжается, смотрите фильмы и не пропустите, обязательно будут наверняка какие-то киноновинки с вами. Есть какие-то планы? Я надеюсь, что в скором будущем выйдет один из моих самых любимых и ожидаемых проектов, это «Беловодье» будет сериал и «Полный метр в кино». Это проект, где я дублировала 12 героинь. Отлично, так что будет что посмотреть, так что не пропустите этот проект, запишите себе. Ну а мы продолжаем наш программ.